Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на портале экзегет. Сегодня мы продолжим читать книгу «Премудрости Соломона», неканоническую книгу, она есть не в каждой Библии. И мы уже с вами прочитали три главы, сегодня четвертая. Как мы ее будем читать и толковать? Я читаю какой-то отрывок, потом объясняю его и переходим дальше. Итак, первые шесть стихов четвертой главы. «Лучший бездетность добродетелю, ибо память о нем бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей. Когда она присуща, ей подражают, а когда отойдет, стремятся к ней. И вечностью венчанная она торжествует, как одержавшая победу непорочными подвигами. А плодородное множество нечестивых не принесет пользы, и прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину, и не достигнут незыблемого основания. И хотя на время позеленеет в ветвях, то не имея твердости поколеблются от ветра, и порывом ветров искоренятся. Некрепкие ветви переломятся, и пот их будет бесполезен, незрел для пищи, и ни к чему не годен. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетеля разврата против родителей при допросе их. Четвертая глава продолжает ту мысль, которая звучала в третьей главе, о том, что необязательно много детей, или вообще наличие детей, есть знак Божьего благословения. Здесь говорится о том, что лучше быть бездетным, чем с детьми, но при этом жить нечестиво. Это очень необычно, потому что, если мы обратимся к ветхозаветным книгам, то всегда подчеркивается, дети – это благословение от Господа. Здесь же наоборот. Вообще, почему стремились люди иметь как можно больше детей? На это было несколько причин. Одна самая простая, экономическая. Дети – это те, кто работает в поле, дома, в мастерской. Поэтому, чем больше детей, тем больше рабочих рук. С другой стороны, такая духовная причина. Человек задал себе вопрос. Вот я умру, а что останется после меня? И если мы посмотрим на Ветхий Завет, то в ранних книгах, да, впрочем, и в более поздних, особо не говорится о том, что будет с человеком, когда он умрет. Он отправится в шоу. Но что такое шоу, не расшифровывается, не объясняется. И поэтому для Ветхозаветного человека вот этот вопрос, а что останется после меня, когда я умру? На этот вопрос отвечали так. После меня останутся мои дети. И, соответственно, чем больше детей, тем больше меня останется. Но вот тут удивительно. Книга «Премудрости» говорит, что не обязательно. И, соответственно, главное, что должно остаться с человеком или после человека, это добродетель. Потому что память о ней бессмертна. То есть праведник умирает, но его помнят. Помнят его добродетель. Она важна и для Бога, и для людей. Когда человек живет, на этого человека смотрят, видят его добродетель, и такие же праведные люди стремятся подражать этой добродетели. И даже когда человек умрет, умрет в праведности, праведники стараются умереть такой же смертью. В книге «Чисел» есть история про Валаама. И вот Валаам однажды говорит, что он бы хотел умереть так, как умирают евреи вместе с Богом. Человек прожил праведную жизнь, он умер в вечности, он увенчан, то есть он прославлен. И он победил, совершил непорочные подвиги в том смысле, что он не воевал, не бегал какие-то расстояния, не читал там красивые стихи. Он исполнял закон Боша. Вот поэтому подвиги его непорочные. Дальше говорится о нечестивых, что даже если у нечестивых много детей, эти дети рано или поздно погибнут, они не принесут достойного плода, то есть они не будут прославлять своих родителей. И на самом деле тот человек, который надеется, что он продлится в своих детях, на самом деле это не произойдет. Используется такая цепочка метафор, они достаточно понятны, отсутствие плода, незрелость для пищи. И более того, эти дети будут свидетелями против родителей при допросе. Это имеется в виду при суде Божьем. То есть они будут как бы свидетельствовать против своих родителей. В данном случае автор книги «Премудрости» скорее всего продолжает ту идею, которая заложена еще в десятисловии, когда Бог говорит о том, что он тот Бог, который наказывает детей за вину родителей или за грехи родителей. Это место вызывает огромное количество недоумений, потому что как получается Бог наказывает невиновного за вину другого человека. На самом деле, если разобраться в этом тексте, то там такая мысль. Родители грешили, дети грешили, внуки грешили, и Бог вмешивается в историю этого рода, который там с поколения в поколение грешит и не останавливается в своем грехе. Он вмешивается и прекращает этот род. Поэтому здесь и говорится о том, что вот эти ветви, эти плоды, они исчезнут. Хорошо. Читаем дальше. В следующем отрывке автор говорит о смерти. «А праведник, если и рано временно умрет, будет в покое, ибо не в долговечности честная старость и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей и беспорочная жизнь – возраст старости». Здесь еще одно необычное утверждение, потому что в Ветхом Завете всегда подчеркивается, что награда от Господа – это долгая жизнь. Почему долгая жизнь – награда от Господа? Вот для людей Ветхого Завета, впрочем, как и людей, которые жили на Древнем Ближнем Востоке, в Ханаане, в Осирии, в Месопотамии, за смертью ничего хорошего не было. Люди уходили в страну без возврата. Вот тот самый Шеол – это слово, когда переводили на греческий язык, перевели таким тоже греческим термином – аид или ад. То есть ничего хорошего после смерти нет. Вот там, в аду, в этом Шеоле, нет страданий как таковых, но нет такой прямо блаженства, награды. И самое главное, что по представлениям этих древних восточных людей в этом месте нет богов или нет бога. То есть поэтому умереть – это плохо. А вот пока человек живет, у него есть какие-то там надежды, у него какие-то мысли есть, и у него есть жизнь. Есть жизнь с богом или с богами, если это язычники были. Поэтому если человек угоден богу, то этот бог дарует этому человеку долгую жизнь, чтобы он подольше пожил вместе с богом. Поэтому если человек рано умирал, то это как бы такой намек. Вот он не угоден богу. Здесь же наоборот. Если человек живет праведно, даже если он рано умрет, это не знак того, что этот человек грешник. Настоящая, честная, хорошая, праведная старость измеряется не сединою, не годами, которые человек прожил, измеряется его беспорочной жизнью. Здесь такое очень интересное сравнение, когда автор говорит, что седина – это же признак старости, а как бы старый человек, он более мудрый. Нет, настоящая седина – это и есть та самая мудрость. Если человек мудр, вот он настоящий старец, настоящий мудрец, а не какой-то там старик, потому что даже старик может прожить долгие годы, посидеть, но быть грешником и не приобрести истинную мудрость. А истинная мудрость с точки зрения Священного Писания – это жизнь с Богом. Давайте дочитаем эту главу, ну и тоже разберем. И разберем эти стихи. Как благодивший Богу он возлюблен, и как живший посреди грешников представлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его. Ибо упражнением нечестие помочает доброе, и волнение похоти разращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета. Ибо душа его была угодна Господу, поэтому ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, и даже не подумали о том, что благодать и милость со святыми его, и промышление об избранных его. Праведник, умирая, осудит живых нечестивых, и скоро достигнет совершенства юность, долголетнюю старость неправедного. Ибо они увидят кончину мудрого, и не поймут, что Господь определил о нем, и для чего поставил его в безопасность. Они увидят и уничижат его, но Господь посмеется им. И после сего будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек. Ибо он повернет их ниц безгласными и сдвигнет их с оснований, и они в конец запустеют, и будут скорби, и память о них погибнет. Давайте разбираться. Автор размышляет или продолжает ту мысль, которую он изложил раньше, что если человек жил праведно, то необязательно ему жить долгие годы. Он может умереть, умереть молодым и попасть к Господу. Почему? И в 11 стихе сказано, чтобы злоба не изменила разум его, и коварство не прелестило души его. Человек начал жить благочестивой жизнью, живет, живет, живет. И вот, а что будет дальше? Та проблема, с которой мы можем иногда столкнуться. Мы пришли в церковь, мы пришли к вере, вот это горение, мы живем благочестиво, но потом вот этот огонь, он начинает чуть-чуть снижаться. Вот этот накал, он уменьшается. Там первая литургия, к которой мы пришли на первую литургию, когда мы поняли, что происходит там, такой трепет. Потом вторая, третья, двадцать пятая, сотая литургия. И вот это напряжение, оно уменьшается. Вот это горение, горение в праведности, оно потухает. И вот, вот это прельщение мира, прельщение греха может войти в нашу жизнь. И поэтому автор говорит, что Бог может человека забрать раньше, чтобы этот человек не пал в грех. Достигнув совершенства, то есть совершенства, люди станут такими, какими их хочет видеть Бог, тем самым они как бы все то, что им отмерено, они завершили. Их душа угодна Господу, и поэтому он забирает этого человека из среды грешников или нечестивых. Но вот такая ранняя смерть праведника для людей неверующих может быть знаком того, что человек не избран, либо наоборот, он не принят Богом. Более того, человек умер молодым, жил праведно, умер молодым, и люди со стороны, которые что-то слышали о вере, думают, что никакой милости и благословения нету. Но на самом деле, как говорит автор, есть и благодать с этим человеком, и милость, и забота об этом человеке. Вот абсолютно неверующих людей во времена написания этой книги было немного. В основном люди верили, что есть боги, но по представлениям окружения автора этой книги это такое представление. Боги есть, но они где-то далеко, они не вмешиваются в человеческую жизнь, они не смотрят за людьми, и никакого промышления, то есть заботы, замысла Бога о этом мире не существует. Мир как бы живет сам собой, а боги живут сами собой. Однако, с точки зрения автора, нет. Бог видит, Бог слышит, Бог заботится о своих верующих. Значит, более того, смерть вот этого праведника есть осуждение для нечестивых. Там будет понятна эта мысль дальше, когда люди придут на суд. Об этом будет говориться в пятой главе. То есть, вот праведник прожил, умер, но люди, которые смотрели на жизнь этого праведника, на его смерть, не сделали правильных выводов. И поэтому вот жизнь этого праведника будет осуждением для грешников. Более того, люди, наблюдая за жизнью праведника, смерть его, не делают правильные выводы. Более того, они будут унижать этого человека и говорить, ну, какой же ты праведник, если ты там умер. Тем более, как бы отсылка. Ага, вы говорите, что Бог благословляет праведников долгой жизнью. Вот этот человек умер молодым, значит, он не праведник. А может, вообще нет никакой заботы о Боге, нет никакого закона, никаких предписаний, и не надо вообще поклоняться Богу. Ну, то есть, то, что говорилось во второй главе. Но 18-й стих использует такое очень интересное выражение «Господь посмеется им». Когда мы говорим о Боге, мы на самом деле говорим о его свойствах. Но чтобы описать Бога, мы можем использовать какие-то специальные термины, придумать какие-то там вот термины богословские и соответственные, когда описываем Бога, эти термины использовать. Ну, конечно, в богословии действительно есть такие термины, самоизвестный, наверное, трансцендентный и монентный Бог, но библейские авторы пошли другим путем. Они не стали изобретать какие-то специальные слова для описания Бога, они взяли обычные слова из человеческой жизни. И когда описывается Бог, то Бог описывается по-земному. Бог описывается как существо, имеющее там человеческие органы, там, руки, ноги, глаза, уши, нос, рот, спину. Бога могут описать с помощью свойств или характера человека, его действий. то есть Бог гневается, Бог радуется, Бог раскаивается, Бог вспоминает, Бог отворачивается и так далее. Можно описать Бога в виде природы, там, Бог есть огонь поедающий, Бог есть свет. Более того, даже интересно, что Бога можно писать в виде животного. Например, в апокалипсисе есть такой образ лев от колена Иудова, ну и самый известный там Агнец и так далее. Но еще более интересно, например, что у Бога есть крылья и в псалтирии сказано, что мы живем под сенью его крыльев. Ну ладно, вот здесь используется то, что называется антропопатизм, то есть Богу приписывается человеческая эмоция, Бог посмеется. Конечно, мы говорим о том, что Бог не изменен, а все-таки смех это некое изменение Бога, но вот как Бог прореагирует, используем слово, прореагирует на то, что будут говорить нечестивые люди о смерти праведника. Он будет смеяться над этими словами, над их мыслями, то есть да-да-да, то есть вы там говорите, на самом деле это все ерунда, поэтому Бог посмеется ним. Дальше говорится об участи этих нечестивых, они будут бесчестным трупом и позором между умершими навек. Для ветхозаветного человека, мы помним все-таки книга «Премудрости», эта книга написана в Ветхом Завете, для ветхозаветного человека, вот вот как происходило, что с ним происходило, когда он умирал. Его быстренько хоронили, и для человека был большой позор, большое проклятие, когда его тело не хоронили и выставляли на какое-то зрелище. Помните слова «проклят сяд, висящий на древе». Почему проклят? Потому что он висит и на него смотрят. Поэтому позором, бесчестным трупом это имеется в виду, что вы выкинули и никто его не погребает. То есть даже труп подвергнется поруганию. Бог посмеется, поругается над этими людьми. Еще один образ. Он повергнет их ниц безгласными. Значит, что это? Ну, ниц безгласными положат лицом в землю. Здесь используется тоже такой древний восточный образ, когда царь, который побеждал своих врагов, он их укладывал на землю, лицом в землю и наступал этим людям на шею. Тем самым показывая, что он всех их победил и унизил. И, соответственно, эти люди тоже будут унижены. Конечно, Бог не хочет, чтобы люди терпели такие унижения, но для тех, кто раз за разом будет отвергать Божий призыв, то такая участь ждет. Эти люди могли быть великими, славными, но вот когда наступит суд Божий, окажутся они повержены. Сдвинет их с основания, они в конец запустеют, то есть эти люди исчезнут и с ним и исчезнут их память, о чем и говорится в последнем, в предпоследнем стихе. И память их погибнет. Для человека неверующего вот память, память о его жизни, да и вообще о самой его личности очень важна, потому что если человек умер, а для неверующих человек умер и все, больше ничего нет, никакой части человека не остается, он уже больше не живет, самое главное, что останется, это останется дети и память. Здесь говорится больше, конечно, о памяти. Раньше было сказано о детях, они тоже в конце концов исчезнет память и человека забудут и все, человек окончательно умрет с точки зрения атеизма. Понятно, что трупу, если рассматривать труп с точки зрения атеизма, есть память или нету памяти, ну как бы все равно, он труп. Но когда человек живет и он знает, что он живет и о нем останется память, это дает ему какие-то силы, уверенность, поддерживает его в жизни. А здесь автор книги «Премудрости» говорит, хорошо, ты не верующий, ты ждешь, что о тебе останется память, знай, даже памяти о тебе не останется, Бог изгладит эту память и ты окончательно исчезнешь из мира людей. И вот это должно было остановить неверующего от его жизни и заставить задуматься, как, как же жить так, чтобы от человека что-то осталось, осталась хотя бы память. И такой вывод, конечно, здесь пока еще не звучит, но человек внимательно читающий, размышляющий должен был прийти к выводу, что нужно жить благочестиво. И тогда точно память останется. О чем говорится в этой главе, что память праведника навсегда. Когда мы отпеваем умершего, мы говорим и память его в рот и рот. То есть об этом человеке будут помнить всегда. Почему? Не потому, что он там великий завоеватель или какой-то великий злодей, то, что он праведник. Его будут помнить, даже если здесь на земле его забудут, то там на небесах Бог всегда будет помнить о нем. Мы с вами прочитали четвертую главу, четвертую главу книги премудрости Соломона. Мы с вами были на портале экзегет. Меня зовут Дмитрий Горьевич Добыкин. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.